Всем привет, ребята, с вами Дричент, и да, это Черный Список. Многие просили, Андрюха, давай, не запускай это шоу, давай его выпускать. Ребята, давайте. Причем у нас сегодня здесь будет Ренат, да, из кондитера, и будем продоверять людей на честность, порядочность и как они хорошо выполняют свою работу. Вы готовы? Тогда мы начинаем. Друзья, вы даже не представляете себе, насколько сложно содержать в чистоте кухню и зал ресторана. По своему опыту скажу, дело нелегкое и очень ответственное, ведь от этого зависит безопасность гостей, ну и, естественно, персонала. Поэтому рестораторы часто прибегают к помощи клининговых компаний. Вот их сегодня мы проверим. Сегодня черный список оценки. То есть мы уже проверяли клининг там в квартире и так далее, но мы еще не проверяли клининг ресторана. Качество уборки ресторана в трех ценовых сегментах. Дешевым, средним и самым дорогым. Ну не знаю, мне что-то кажется, что в основном в ресторане всегда есть с кем вы сотрудничаете. Ну, хрен его знает. Хотя, может быть, реально. Ну, хотя, да. Может быть, для того, чтобы сначала найти кого-то, с кем ты будешь работать, нужно сначала, типа, его проверить. Тебе, если понравилось, ты потом с ними, там, заключаешь какой-то договор и так далее. Ну, окей. Начинаем эксперимент с поиска недорогих исполнителей. Итак, друзья, сегодня наша задача убрать зал. Зал ресторана, в котором собираются гости, отмечают мероприятия, дни рождения, в том числе и детские. Ну, для меня это удивление. Зал должен быть чистый, аккуратный, вылизанный. Я хочу найти хороших клинеров, которые... Ну, по факту, это должна быть, как обычная уборка, ну, правильно? Да, вы сейчас скажете, это должно быть более гигиенично, там, более чисто. Ну, хорошо, а у вас, если вы в квартире, то есть, если вы там поели, то вашу тарелку можно плюнуть и поставить, как бы, на полочку, да? Ну, нет, то есть, правила-то одни и те же, правильно? Чтобы должно быть чистенько, красивенько. ...могут убрать наш банкетный зал. Воспользуемся услугами популярного сайта по подбору персонала. Итак, мы нашли классное объявление. Уборка кафе. Ну, вот я же говорю, то есть, люди в основном что? Нам что квартиру убрать, что дом, что кафе, что учебное заведение, даже склада. Вообще, то есть, ну, в любой вопрос. Склада и так далее. Наши услуги поддерживающая уборка, генеральная уборка, эко-уборка. Минуточку, друзья. Химчистка, уборка после ремонта. Но мне интересно, что из себя представляет именно эко-уборка? Потому что у нас в зале живет попугайчик. И наша задача его сохранить. Поэтому вызываем специалистов, которые делают... А, то есть, если бы обычная химия помыли, да, то есть, попугайчик бы сдох. Не, ну я согласен, что попугайчик, это, я не знаю, лучше отбеливать или не выливать. Ну, what the fuck. Ну, это в слоте слово, это эко. Я все считаю, что отчасти это маркетинг. Нет, есть, есть реально эко всякие там моющие существа, хотел сказать. Типа, вещества, которые, ну, более экологичны и так далее. Но очень многие, на самом деле, обманывают. То есть, обманывают потребителей, чтобы продать дороже. На самом деле, пьют... Блин, что-то язык заплетается. Пьют. Льют одну и ту же химию. Все, че... Эко-уборку. Списываемся. Уборка 60 квадратных метров зала и химчистка мебели обойдется нам в 12 тысяч рублей. Ну, слушайте, нихреновенько так. 12 тысяч. Помогает Ренату оценивать исполнителей. Ну, химчистка, по идее, да? Руководитель клининговой компании Айгуль Курбанова. А встречает исполнителей наш тайный агент Григорий. Вот, смотрите, вот эти вот метры, да? Вчера просто гости посидели и... Нужно мы периодически пользоваться услугами, чтобы там помыли, там, химчистку сделали. Ну, площадь, да, вся, стулья, вот, стеллажи, туда, полки. И единственная просьба, это эко какими-нибудь средствами, потому что с попугай живет, там деревья, да? Что-то как-то не очень... Это была экологическая такая химия, если есть такая, да? Я просто не разбираюсь. Ни хрена у них нет экологической химии, я уже вижу. Такой совок простой. Ну, вы не разбираетесь, но у нас вот. Эко, в чем отличается от нее эко? Состав другой химический. То есть он применяем... Хорошо, применяем с животными. Будем надеяться, что у клинеров и правда эко-средства. Нет. А пока оценим качество уборки. Я уже, знаете, в чем уверен? Если лицо замазано, наверное, будет трешняк. Потому что, если бы все хорошо сделали, ты что? Это же гордость показать лицо, типа, вот это мы. А тут уже, заметьте, уже одно лицо замазано. Вот смотрите, сыр, сыр что-то трогает руками. Зачем она еще не переоделась? Она хочет его съесть. Взяла кусочек и ушла куда-то. Смотрите, смотрите. Пришли люди и первым делом начали есть ту еду, которая находится на столе. Это минус или плюс? Это минус, это недопустимо. Просто, во-первых... Это норма для клинеров. Это недопустимо для клинеров. А что еде пропадает, да? А для этих клинеров очень даже допустимо. И деньги заплатят, и покушать можно. Лодные закуски с наших столов разлетаются, как горячие пирожки. Вот эта дама еще что-то ест, вы видите? Да. Они пока еще не начали убирать. Смотрите, смотрите, смотрите. Это уборка. Да, это ужасно. Это на самом деле, это уборка. Ну, видите, стол убирается, тарелка становится более чистая. На ней становится меньше продуктов. Просто. Но они же пришли сюда с другой целью. Сейчас они еще и припухнут. Видимо, она реально все время ест. Посмотрите, вот эта тетя в коричневом свитере. Да. То есть я вижу, что у них голову... А, даже все-таки две лица замазаны, да? У двоих. Сейчас определенной системы уборки нету. То есть вот они ходят туда-сюда. Вот она, вот она ест, сходит тоже. Девочки, может быть, мы все-таки приступим уже к выполнению своей работы. Может быть, хватит есть? После фуршета клинеры начинают протирать полки и стеллажи. Сейчас проверим их на профессионализм. У нас разготовлено определенное количество ловушек. В определенных местах грязные пятна. Мы хотим проверить, будут они их оттирать или нет. Мы специально оставили майонезное пятно под цветком, а также пролитое вино на стеллаже. Обнаружат ли эти пятна клинеры? Скажите, клинеры, когда делают уборку, должны поднимать предметы. Жесть. Да, конечно, безусловно. Так даже видно, вот я отсюда уже вижу, там вот видно потек. Она же даже смотрит на него. Должны двигаться и протираться как и сами предметы, так и поверхности. Предметы клинеры двигать не собираются. Они протирают пыль только вокруг них. Ну, да, что-то прям очень плохо. А как пройдет заказанная химчистка мебели? Ужасно. Айголь, мы в одно из кресел засунули туда листья капусты. И мы посмотрим, они как-то будут вообще на это обращать внимание или нет. Увидят вообще его? Увидят, но там не увидеть невозможно. Я пока не увидела оборудование. Как они собрались химчистку сделать, я не понимаю. Профессиональная химчистка. Вот, смотри, протерли. Вот тебе и химчистка. Данные специалисты одну тряпку убирают из столы. Жесть, какая жесть. Мне кажется, это неправильно. Неправильно, абсолютно. Заказана была химчистка. Не, ну ладно, вы реально, блин, зашли на этот сайт, блин, а-ля... В Украине-то OLX в России, там, Авито и так далее. Какой-то подтвержденной, там, квалификации. Нет, там может что угодно что-то выставить и твое право заказать. Не, ну это жесть. Они должны были приехать с оборудованием, с экосредствами для этого пылесоса. Да, профессиональное оборудование. Да, по-нормальному, даже если бы вы заказали бы химчистку, да? Вот, ну, представим, это не проверка была. И я владелец ресторана, спросил бы, Стопе, а чем химчистка будет проводиться? Вот мне важна химчистка. Где у вас прибор, которым будем... И чтобы они ответили, а это тряпка? Должно быть для таких кресел. Они просто так вот тряпкой провели, так, и все. А теперь можно и прибухнуть. В стаканчике, что они там... А, они наливают вино, обалдеть. Они... Они реально? А-а-а! Они разлили венчик, друзья! Ну что? С Новым годом, страна! С Новым годом! Жизнь! Может, хоть после красного сухого начнется влажная уборка? Они о чем-то договариваются, Стоп! Иди сюда! Стой так! Что, хочешь это украсть? Ого! Бля-а-а! Что-то они приборы забирают? Друзья, у нас приборы ресторана ушли в пакет клинера. Какая жесть! Если честно, друзья, шутки шутками, но это уже совсем не смешно. Это воровство! Стоимость услуг данных специалистов 12 тысяч рублей. И за 12 тысяч рублей мы получили здесь два очень странных человека, которые постоянно едят, пьют и куда-то прячут столовые приборы. Не куда-то, а воруют. Настало время поговорить с клинерами при камерах, пока они еще что-нибудь не спрятали. Ага, сейчас поговорите. Добрый день, дорогие дамы! Добрый день! Здравствуйте! Меня зовут Ренат Акзамов, телеканал «Пятница», и это проект «Черный список». Ой, подруга! Дамочки, прекрасные наши, солнечные, очаровательные. И что же здесь так пахнет алкоголем? Скажите, где этот прекрасный сырочек? Я хочу тоже присоединиться к вашему пиру. Красавчик, красавчик! Девочки, хочется с вами пообщаться. Давайте знакомиться. Прекрасные дамы, ну куда вы пошли? Почему? Ну, ходите, пожалуйста. Здесь же очень вкусное вино. По поводу приборов. Какие-то приборы завернулись в тряпочку. И куда-то они положились. Если вам не сложно, верните, пожалуйста. Ага. Отлично. Спасибо вам большое. Ну, мне знаете, что нравится в Ренате? Он на дурачка не косит. Типа, ой, там уходите. Он четко потом бухало, то ело. Потому что помните Земсков, правда, правильно? Я вот, который строитель. Он там мало о чем говорил, там, вы полку побили. А этот прямо такой стопе. А приборы где? Они случайно оказались в вашей сумке. Не уходите, не уходите, женщины, не уходите. Давайте обсудим детали нашей уборки. Убегают люди. Убегают стыдно, видимо. Да, я, конечно, в шоке. Зато сэкономили 12 тысяч, еще и контент сняли. Максим пострадали на сырок и немножечко вина. Прикольно. Из-за того, что мы увидели, мы видим также зал в грязном состоянии. Со стола никто ничего не убирал. Все наши ловушки, которые мы здесь заготовили, они не обнаружены. Айгуль, посмотри, пожалуйста, профессионально это химия или нет. Это средство можно купить в обычном бытовом... Так это же для унитаза, нет? В магазине это не экосредство. То есть любая домохозяйка... Реально выглядит упаковка, знаете, это туалетный утенок. Может тебе это позволить. Ну, то есть это не эко. Это не эко. А заказчик... А что они вообще писали? Да, добрый день, завтра можем отправить вам бригаду. Это такая у них... Возможно, эта бригада сама и отвечала. Уборка всей поверхности, боже мой. Сил эко. Единственная просьба это эко какими-нибудь средствами, потому что с попугай живет, там деревья, да? Вот это самое главное. Итак, данные частные специалисты, которые объявили 12 тысяч рублей за данную уборку, однозначно отправляются в черный список. То есть, и понимать бы их лицо, чтобы люди знали своих героев. Но они побоялись, что тебе в суд не продали. Продолжаем эксперимент. На очереди самый дорогой клининг. Друзья, сегодня нужно убрать кухню. Для меня лично это место особого назначения. Но иногда кухни бывают жирной, грязной, с копотью. Вот именно такую кухню сегодня нужно убрать. Нашли компанию, называется Чистория. Территория чистоты. Мы дорожим вашим временем. Наши клиниры максимально пунктуальны и ответственны. Никаких опозданий. Посвятите время себе и своей семье, пока мы делаем свою работу. Красиво звучит. Я хочу вернуться домой. Опытные клиниры. Уверен, что вы профессионалы с огромным опытом. Давайте познакомимся. За уборку кухни ресторана компания Чистория возьмет с нас 36 тысяч рублей. Надеемся, что за такие деньги работа будет выполнена идеально. Я вам покажу сейчас, я уйду. Мне просто тяжело времени. А нам будет убирать за 36 тысяч? Итак, я хочу выразить свое возмущение. Сотрудники компании Чистория опоздали у нас 40 минут. А как же обещанная пунктуальность, которую так расписывают на сайте? Давай я пишу прям. Первый минус. Опоздание. Кто-нибудь еще подъедет? Нет, я сама. Вы сама, да? За 36 тысяч я сама. Приехала не группа специалистов, а приехала всего один... Это мы ценим ваше время. Встретимся завтра. Мы переписывались вчера с Вячеславом. Представитель данной компании. И вот у нас есть переписка, где он пишет. Завтра бригада будет у вас в 14.30. Вот, пожалуйста, переписка. Бригада. В смысле, бригада, друзья. Мы можем эту бедную несчастную женщину назвать бригада перед нами. И тут надо музыку вставлять. Бригада. Бригада в 14.30? Я уже в шоке. Блин, это жесть. Хорошо, значит, смотрите. Какое задание? Что нужно? Я уже чувствую, что это будет. Нужно помыть вот этот холодильник внутри. Протереть столы, поверхности, значит, да, все. Этот холодильник нужно будет снаружи просто омыть его, да? Дальше плита. Помыть плиту. Далее помыть мангал. Снаружи, снаружи. Вот, вот идет, да. Плита и пол. Понятно. За что-то ты очень мало дал задачи за 36 тысяч рублей. Серьезно. Я не вижу у данного специалиста моющих средств. Я не вижу, чтобы у него с собой были какие-то чемоданы. Согласен. Лестница или швабры, щетки. В сумму 36 тысяч рублей что должно входить? Когда я слышу такую сумму, я, в принципе, предполагаю, что, скорее всего, ко мне приедут, ну, около 4-5 сотрудников. Да, да. Которые будут в спецодежде. Со своей химией. Каждый из них будет снабжен инвентарем, специальными средствами. И, скорее всего, за эту сумму должен быть какой-то менеджер-бригадир, который ориентирует всю команду и раздает указания. Ни бригадира, ни инвентаря, ни спецодежды мы не видим. Может, у клинера хотя бы специальные средства для кухни есть? Да, вон ваши стоят. Смотрите, еще вот, есть средства. Если они вам нужны, я не знаю, пригодятся, не пригодятся, я не разбираюсь. Это наша ловушка, чтобы проверить компетентность клинера. Оставленные средства запрещено применять при уборке кухни ресторана. Воспользуйтесь ли исполнительной нашей агрессивной химии? Чтобы даже не сомневались. Она взяла наши средства, Айгуль. Нет, она должна была и задница достать, да, там, не знаю, мистер мускул. Ну, она пришла без средств. Ну, типа, ну, если понадобится, можете взять. А у нее что, выбор есть? Вот вы даже, когда вот она заходит, видно, что у нее ни хрена не было. Вот вообще, вот это, конечно, очень странно. Вот ни хрена не было. Она взяла не свои. Ставлю, конечно же, жирный минус за то, что она пользуется нашей химией. Клинер приступает к уборке холодильника, о которой попросил закрещение. Она этой тряпкой помыла окна и так далее, какие-то там пыль. Пожалуйста, не говорите, что она сейчас с этой тряпкой в холодильник полезет. Мы видим сейчас... Так, 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 так. Включил свет. Напоминаю вам, что попросили данного специалиста убрать внутри холодильника. И сейчас мы видим, что... Бля... Ох, ох, ох. Мы видим сейчас... Твою мать. То, что с этих тарелок что-то было съедено. Какая жесть. Давайте начнем первое. По порядку. Данный специалист в этих перчатках работал с агрессивной химией... А потом лест. ...это вытяжки, вентиляции. В этих же перчатках специалист трогает тарелки с едой. Именно это жестко. Эти продукты могут попасть на стол клиенту, поэтому здесь стопроцентно должна использоваться безопасная химия. И причем очень хорошо после этого промываться. Правильно я понимаю, Игуль, то, что после данной уборки она должна тщательно вымыть холодильник простой водой. Конечно. И протереть его насухо. Надеемся, что весь химический раствор клинер из холодильника удалит. А-а-а... Да, конечно. Мы видим, полки возвращаются на место. А это значит, что холодильник чистой тряпкой с обычной водой никто не протер. Она протерла мыльным раствором. После этого ничем другим она не протирала. Можем мы это занести в минус или нет? Да, несмотря на то, что она очень тщательно убирала холодильник, она не смыла мыльную поверхность. Она откусила сыр и положила... Она выкинула, она не доела. Ребят, грош цена этому шеф-повару, который здесь работает. Она реально... Не за шеф-повару. Мне сейчас в данный момент не за клинера обидно, а за шеф-повара. Тогда у меня вопрос к срокам годности этой продукции. Друзья, мы как программа «Черный список» ничего туда не подкладывали. Там нет просрочки. Мы здесь не проверяем поваров. Нет, реально, вы бы заметили, что клинер она взяла... Откусила и выбросила, да. ...выдянула в мусорку. Друзья, как бы я хочу уже вообще за шеф-повару. А не с клинерами, если честно. Клинер переключается на уборку поверхностей. Может, тут она будет более внимательной. Айголь, мне кажется, что уже можно было давно сменить раствор. Окей, я сейчас даже не про средства. Она же черная вода. Можно было просто этот раствор вылить и новый сделать. Не так? Да. Уже больше часа данный специалист убирает. Да, за это время должно было поменяться уже около пяти растворов при нормальной работе. То есть уже пять раз она ведро должно было поменять. Она одной и той же водой все делает. А раствор у нас никто и не пытается менять. Этот раствор потихоньку превращается в болото. Он чернеет, чернеет, чернеет. А мы продолжаем мыть кухню, а раствор чернеет. Потом и разводы после него будут. Раствор лист приближается к нашей ловушке. Под микроволновкой большое количество тараканов. Давайте посмотрим, заметит она их или нет. Подвинула микроволновку, друзья. И что? Упали на стол? Отсюда не видно, тараканы были убраны или нет. Но когда я выйду, мы обязательно посмотрим. Один на стол упал. Посмотрите, она взяла другую средство, черное. Друзья, я вам напоминаю, что это средство для удаления нагара. Это жуткая химия, просто невероятно. Вот это средство, скорее всего, не для стола. Но оно не для стола, не туша, скорее всего. Да, да, да. Оно вообще не для стола. Видимо, клинер не знает, что такое агрессивно. Она так шатает ту полку. Мне кажется, она сейчас как-то навернется, эту полку. Такую химию нельзя использовать на кухне ресторана. О, смотрите, смотрите, смотрите. Смотрите, куда-то хан. Это штука для порезки мяса. Она побрызгала этим жутким средством для уборки от накипи, от ржавчины. Побрызгала на слайсер, где повара после этой уборки будут резать колбасу. О, боже. Смотрите, она этим средством брызгает холодильники. У нее везде нагар. Она везде убирает нагар. А-а-а. А-а-а, она пользуется ей, знаете, как увлажнителем воздуха. Как освежителем, да, просто. Просто что она делает? А-а-а. А-а-а-а, она теперь брызгает везде, где можно им. Клинер заканчивает уборку поверхностей и приступает к мытью гола. А, это она уже поубирала, попшикала и все? Айгуль, как мы видим, специалисты от клининговой компании стоимостью 36 тысяч рублей пользуются нашей шваброй, нашим инвентарем. Но за эти деньги, конечно, можно было бы хотя бы инвентарь и средства привезти. Согласитесь, то, что она пришла без спецодежды, это же вина не ее, а вина компании. Это вина абсолютно точно. Да, компания не дала спецодежду, да, компания не дала головной убор правильный, компания не дала с собой стремянку, компания не дала с собой швабры, химию профессиональную. Какая стремянка, там Аля отдали адрес, она на метро приехала и все. Там заплатили, чтобы вы понимали, на 36 тысяч, наверное, получит тысяч, дай бог, 5-6. Вот реально, 5-6, она даже, я уверен, она даже не знает, хотя как не знает, должна знать исходник цены. Ей же будут деньги передавать, там 36 тысяч. Ну, бля, это жесть. А не, не дала ей инструкцию, как правильно убирать. То есть, не, она понимает, сколько злокальщик заплатит денег за эту уборку. Как так можно убирать? Абсолютно согласна. Сейчас посмотрим, уберет ли клинер еще одну партию тараканов, которых мы оставили под мешком с углем. М-да. Да никто там не будет ничего убирать. Похоже, тараканы так и останутся под мангалом. Большинство ловушек с тараканами даже не затронута. И это вина не данного специалиста, это вина клининговой компании, которая прислала на этот сложный объект всего одного специалиста. Да, абсолютно согласна. Она, бедная, разрывается на 100 частей, она пытается успеть. Конечно. Она пытается сделать все вовремя. К ней конкретно претензий нет. Ну, я бы не сказал бы, что к ней нет претензий, но здесь, да, реально претензии уже к компании. Если там вы уже заказывали через а-ля доску объявлений, то здесь уже заказали у компании. То есть компания несет ответственность. Под столом мы оставляем якобы затерявшиеся 5000 рублей. Сейчас проверим клинера на честность. Опа. Молодец. Данный специалист нашел 5000 рублей и отложил их на полку. Ну, не заберешь же, правильно? А что нашли? А, 5000-то? Белый желтый. Белый желтый. А, спасибо большое. Молодец. Ну, в этом плане, молодец. Просто золотой человек. В этом плане, молодец. Ну, невнимательная, конечно, жесткая. То есть химия и так далее. Да, это 100%. То есть принцип такой, типа, ты придешь, там разберешься. То есть нет ни у женщины, ни какой-то своей химии, ни стремянки. Никто ее не привозит. Никто ее там не забирает. Ну, бля. Шикарно. И у меня аж прям мурашки по коже. Молодец. Проверку на честность клинер проходит. Приходит время оценить качество уборки при камерах. И что, у меня платят 36 тысячи? Можно вас попросить пройти человек с прекрасными золотыми руками? Ну, лицо показали ее. Все это время мы за вами наблюдали и восхищались. Можно вас попросить сюда пройти? Как вам обращаться? Как по имени? Шахло. 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 Золотой человек. Ура! Меня зовут Ринат Акзамов. Телеканал «Пятница». Вот я отметил здесь определенные плюсы и определенные минусы. Плюсы – то, что вы пришли со своими новыми тряпками. Это плюс. Вы молодец. Все. Работает быстро и старается. Я восхищаюсь вашим трудоголизмом. Видно, что вы очень большая умничка. У вас золотые ручки. Она сейчас специально таком похвалит. И самый огромный плюс шахло. Вы не забрали пять тысяч, да? Хочу прямо похвалить вас на камеру. Прямо перед всей страной. Когда вы убирались, вы обнаружили деньги. У вас даже мысли не было. Вы сразу положили их на стол. Это честность и добросовестность. На этом плюсы закончились. Нам обещали сегодня прислать сюда. Бригаду специалистов. Вот я. Бригаду. Несколько человек. Вы сегодня приехали одна. Почему так сложилось? Сказали, я на пальцах на этой же сутки. Два-два работаю. Мне тоже сейчас заказов много. Да. Заказов много. И так сложилось, что вы... Да, я до утра работала почти сутки. Ой-ой-ой. Утром пять тоже. Да. И вас позвали, вам сказали... Я уже вчера позвала. И сказали, что вы будете одна. Нет, сказали, я еще искала вообще все. И вы приехали на выезд одна. Да. Понял. Вы опоздали на 40 минут. Да. Почему? Это ваша вина? Ваша вина. Так сложилось, что опоздали, да? Окей. Хорошо. Теперь у меня к вам другой вопрос. Скажите, очень грязные и очень жирные поверхности убираются очень химическим, сильным средством. Знаете, да? Что это средство в черном бутылечке очень сильное. Да. Вы знаете, для чего вот этот аппарат? Да. Для чего? Для нарезки. Для того, чтобы нарезать колбасу. Когда вы его побрызгали, вы же понимаете, что следом придут повара, они его мыть не будут, они прямо сразу на этом слайсере будут резать колбасу. Вы это средство даже не смыли. Вы согласны с тем, что это средство для этого прибора лучше не использовать? Я за честность. Все, пошел. Вы отодвигали, когда мыли микроволновку или нет? Отодвигали. Этот стол вы убрали. Убрали? Да. Теперь секундочку. Давайте проверим шахло, если не сложно. Давайте проверим, что у нас здесь происходит в данный момент. Да, мы же видим прекрасно, что вот то, что вы чуть-чуть отодвинули микроволновку, сильно эту ситуацию не спасает. Вот, один был на столе. На кухне большое количество тараканов. Так? Вы мыли полы? Да. Давайте посмотрим. Полы мыли, никакие, я так понимаю, ведра мы не отодвигали, да? Просто помыли видимую поверхность. Внутри, естественно, мы видим... Можете посмотреть, да, что там? Да, я могу. Да, есть тараканы. Я хочу обратиться к агентству Чистория. Мы с вами договорились об уборке кухни ресторана. А, и фотки тоже прислали, да? Мы взяли с нас 36 тысяч рублей. И что мы имеем на выходе? Специалиста без спецодежды. Специалиста, который не знает, как пользоваться химией. Нет своей химией вообще. Специалиста, который не знает, что эту жуткую опасную химию нельзя разбрызгивать в воздух и покрывать этой жуткой химией все поверхности. Специалиста, который у нас убрал все поверхности и при этом везде тонны тараканов. Мне кажется, это несправедливо. По результатам нашей сегодняшней проверки, компания Чистория отправляется в черный список. Так они оплатят ей какую-то работу? Непонятно, да? Ренат ищет клининговую компанию, которая поможет... То есть, ну, не было ответа. Ну, мне кажется, что либо оплатили хотя бы чуть-чуть ей. Я думаю, что, блин, либо вообще ничего не оплатили. Не знаю, как вы думаете, ребят? То есть, видите, историю эту не рассказали. Ну, 100% 36 тысяч ей нахрен не дали. Я думаю, что либо вообще сказали до свидания, либо дали какой-то такой утешительный презент и все. Либо вообще сказали, пусть с нами компания свяжется, и мы будем разбираться. Сбавиться от следов ремонта на кухне ресторана. На нашей кухне побывали недобросовестные строители. И сейчас наша задача найти клининговую компанию, которая справится со следами ремонта и приведет кухню в нормальное состояние. Ну, такое, да. Нашли компанию Москлининг-24. Работаем круглосуточно. Клининговые услуги после... Ну, вот у них мой КОО, КАНПРИДА. Ну, короче, тоже. Вот любая уборка. Ремонта, пожара и других форс-мажоров. Друзья, сегодня как раз тут самый форс-мажоров. Короче, уберем все, что надо. Произошел. Ждем вас. Надо и на заводе уберем. По легенде, на кухне нашего ресторана недавно завершился ремонт. Компания Москлининг-24 обещает бригаду клинеров из трех человек, которые справятся с уборкой за 24 тысячи рублей. Ну, типа, уже дешевле, чем первый вариант. И согласитесь, здесь срача больше, чем... Ну, это не первый вариант, а вот предыдущий вариант. То есть насрали больше. Это еще и три человека придет. Ну, может, тут реально сейчас все хорошо? Вы знаете, я уже испытываю определенный негатив к данной компании. Опять я поздох. Время 18.30. Кухню еще никто не начал убирать. А во сколько должны были прийти? Мы договаривались, что клиниры приедут в 18.00. У нас есть переписка с данной компанией. Никого нет. Похоже, что после опоздания на 35 минут в ресторане все-таки появляется один клинер. Один чувак. Ну, в двух словах. Значит, хотели почистить там плитки за это самое. Но что-то вот это все изляпали, все загадили. Нужно вот здесь вот перебрать. Убрать пол, следы грязи, значит, следы пятен красочных с поверхностей. Смогал он что-нибудь делать? Нет, помыть. Помыть. Пока неизвестно, где еще два обещанных клинера. Ой, пылесос. Но прибывший сотрудник... А один всего пинает уборку. На самом деле, мы специально оставили большое количество строительной пыли. Я думал, тут реально сейчас будет три человека. Не, может быть, опаздывают, подъедут. Инструменты. И вот в этом черном пакете пескобетон очень тяжелый. Ой, он практически неподъемный. Я думаю, что если он будет поднимать за пакет, вообще он, скорее всего, порвется. Ага, нашел какой-то этот... Мы видим, что с собой специалист принес какую-то сумку пластиковую, в которую он пытается переложить наш строительный мусор, и правильно сделал, потому что в пакете он бы у него прорвался. Да, вес большой. И я вам хочу сказать, это первый громадный жирный плюс. Но есть ловушка и посерьезнее. Под ящиком мы оставляем пять тысяч рублей, которые якобы обронили. Интересно. Пока не заметил. Увидит он деньги или нет? Ну, как будет возвращаться, увидит. Он там прям... Блин, вокруг нее. Заразы крутят. Неужели... Типа делаю вид, что не замечаю. Нашу денежную ловушку засосет пылесос. О, взял. Тихо. А, может, реально не замечал, да, этого так пылесосил. Че думаешь, что здесь несколько делал с конфеткой? В карман, да. Положил. Друзья. Положил в карман, а я. Мне кажется, или куда-то пятерка наша делась. Была ваша, стала наша. Будем надеяться, что деньги отдадут заказчику. А пока оценим качество убора. Ну да, давайте на человека не наговарить. Вдруг он скажет, так, подождите, тут пять тысяч было. Хотя, блин, ну не скажу. Положил бы в другом месте, но не в кармане. А так, знаете, если вдруг спросил, он такой, а, ну да, я вот для вас тут положил, вот тут лежало. Блядь, пылесосом по полу, потом по плите. Смотрите, смотрите, друзья. Этим же пылесосом, пылесосились по полу, этим же, да. Универсальный пылесос. Пылесосим. Это нормально? Конечно. Это ужас, это недопустимо. Нельзя так делать. Да. Следующая проверка на старых... Короче, я ползу, здесь бригады тоже не будет. А-ля бригада из трех человек. Я думал, нихрена себе. Мы сымитировали потеки краски на разных поверхностях. Посмотрим, как клинер устранит следы трудно оттираемых лакокрасочных материалов. Ну для этого нужно средство, которое... Мы перевалили рубеж полтора часа. Краску убирают. И в данный момент мы не видим особо никаких изменений на кухне, если честно. Полы специалист пропылесосил. И в данный момент шпателем занимается чисткой поверхности. А шпателем как? Холодильник тоже будет чистить? Старается, работает качественно. Но я считаю, действительно, на этом объекте должно работать три человека. Что же это за такая дисциплина в компаниях? Писать, что бригады... Обещанная подмога из двух клинеров. А да, приехали. Через полтора часа данный специалист пошел встречать своих коллег. Удивительные люди. Как же сверху все оборудование помыть? Снаружи? Снаружи, да. Навести порядок. Вот здесь вот промыть стенку, стол и вытяжку. Мы видим, что спустя полтора часа приехала поддержка. Девочки сразу принялись за работу. Видно, что не первый раз занимаются уборкой. Сразу схватили оборудование и начали работать. Сейчас проследим, насколько качественно работают вновь прибывшие специалисты. Если сравнивать, конечно, все три варианта, я соглашусь, наверное, это лучший. Но это все равно трэш. По скорости, по опозданиям. Одно ведро, один раствор используется для мытья абсолютно всех поверхностей. Я считаю, что это неприемлемо. Может, еще не украл? Проверим. Клинеры продолжают убирать поверхности с помощью грязных тряпок и грязного раствора. А что у них со внимательностью? На одной из полок мы спрятали пепельницу. Сигареты. Обнаружат ли ее клинеры, или коробка с бычками останется на кухне? Ну и? Надо выбросить. Ура! Они нашли нашу ловушку. Пепельницу. Молодцы. Сейчас такая, не, надо поставить обратно на место. Тут чуваки курят, он посмотрит, пепельница пропала. Скажут, что украли. Не, ну мой. Наш тайный агент Григорий попросил помыть холодильник только внешне, снаружи. Но данный сотрудник молодец, постарался, помыл холодильник снаружи, открыл дверь и промыл ее изнутри. Браво! Браво! Уборка подходит. Конечно, удивительно видеть мужика-уборщика. Я знаю, что они есть, но это редкость. Это больше исключение, чем практика. Ну окей. К концу. Настало время принять работу при камерах. Лучшая была из всех трех, но все равно. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Ренат Акзамов, телеканал «Пятница». И это проект «Черный список». Все это время мы за вами наблюдали, восхищались, радовались. Мы вызвали компанию «Москлининг-24». Скажите, вы имеете к ней какое-то отношение? Имеем, работаем. Работаете в этой компании? На самом деле мы выявили. Не надо подсматривать, это мои подсказки. Мы выявили определенное количество плюсов и определенное количество минусов. Давай с плюсов сначала, да? Очень понравилось, когда вы зашли сюда. Здесь находился большой пакет с цементом, со строительным мусором. Вы сходили... Как вам обращаться, кстати? Владимир. Владимир. Вы сходили за сумкой, взяли эту сумку, положили туда этот мусор и вынесли. Это круто! Ура! Мы разложили здесь грязные пепельницы. Вы нашли одну из пепельниц, ее утилизировали. Это тоже было великолепно. Мы вас попросили, не мы, ну заказчик, да? Попросил помыть холодильник снаружи, но вы добросовестный, крутой специалист. Вы помыли и снаружи его. Открыли внутри. Ну, не то, что он внутри помыл, а помыл типа внутреннее стекло. Давайте так. Еще тщательно внутреннюю поверхность тоже обработали. Это было великолепно, честно. Он прям уже подсвел. На самом деле на этом плюсы закончились. А теперь давай топи, да? Теперь у меня вопрос к вам. Я так понял, вы на этом проекте старший в данный момент. Ну, как старший бригадир, как у вас правильно называется? Верно. Мы договорились, что компания «Москлининг» приедет сюда в 18.00. Все верно. Мы все задержались, снегопад, пробки. Девочки убирают одним и тем же раствором. И абсолютно все поверхности убирают с одного ведра. Убирают столы, убирают поверхность, убирают оборудование, убирают стенки, убирают полки. Как ты, ну это правильно или нет? Вот дальше идет только жир. Жир у нас имеется что на кафеле, что на оборудовании, один и тот же. Мы сначала выбираем жир, потом наносим вот эту параллель, полироль сверху. По кафелю? Нет, не по кафелю. Да. Вот здесь. А стены протираем просто влажной тряпочкой. Потом сверху еще раз. Здесь мы проронили... Потеряли пять тысяч, да? Пять тысяч рублей, да. Мы их сейчас в данный момент не видим. Есть понимание, где они находятся сейчас? Где? Что они там делают? Нам показалось, что вы подняли и взяли. А как бы вы планировали, наверное, дать это заказчику? В конце как задавать? Мне просто был к нему интерес, что это был аванс или нет. Ну, то есть вот такого рода. Аванс под коробкой лежал на полу? Ну, вот мне тоже было, я хотел бы ему задать этот вопрос. Боже мой, что за бред? Я хотел задать вопрос. Это аванс у меня под коробкой лежал или нет? В той компании, которая классно справилась со своей работой, мы удваиваем гонорар. Та компания, которая сделала свою работу плохо, попадает в черный список. Короче, 24... Заплатят деньги, да? По вашему мнению, вы стоите, чтобы удвоить гонорар? Сегодня нет. У нас есть основания занести компанию Москлининг в черный список. Исходя из того, что мы увидели, я за справедливость. Вспомни, может, нужно разочаровать. Компания Москлининг 24 отправляется в черный список. Ну, вот так вот. Ну что, ребята, вот мы и подошли к концу. Да. Конечно, чувак в конце налажал прямо еще дополнительные с деньгами. Это вообще фраза. Это так, это мой аванс. Но все равно, согласитесь, что это последние были, наверное, все-таки лучшими из всех. Хотя, если так брать во внимание, я бы никого не хотел бы видеть, если у меня было бы какое-то заведение. Потому что это жесть. Просто жесть. Что заказать по доске объявлений. Что заказать там подорожек лининг подешевле. Ну, какой-то трэш просто. Это, знаете, это то чувство, наверное, когда лучше всего вариант это заказывать по какой-то хотя бы, хотя бы предначально по какой-то рекомендации. То есть кто-то где-то у кого-то убирал и так далее. Вот как у нас был момент, как к нам приходит женщина раз в неделю убирает квартиру. То есть я вот так же само там узнал у жильцов, мне мужичок посоветовал. Говорит, у меня вот эта женщина убирает уже в течение года, очень доволен вообще такой. И я думаю, окей, давайте проверим. И вот уже долгое время реально вот я не разочарован в услугах данной женщины, которая нас убирает. И вот, наверное, только таким вариантом можно, я не знаю, так же самое, как там няню найти. Я думаю, тут когда вот самый, наверное, классный вариант это отзывы. Ну, то есть рекомендации, отзывы, а желательно отзывы каких-то вот проверенных, знакомых людей. Как бы это не панацея на 100%, но тут, конечно, это был страх и ужас. Ребята, буду благодарен за лайк. Если хотите еще черный список, дайте мне об этом знать в комментариях. Всем пока.